Новый уровень первичной медицинской помощи о развитии системы здравоохранения Рассказал губернатор на заседании Совета по делам ветеранов На посадку в самолет без очередей Новая автоматизированная система проверки талонов Пулково сократит время прохождения контроля Освежающий душ для городских улиц Дорожные службы северной столицы готовятся к весне Начался первый этап сезонной генеральной уборки Хозяин Арктики и символ ленинградского зоопарка Сегодня международный день полярного медведя Самого крупного, но уязвимого хищника на суше 360 молодых жителей Петербурга представят наш город на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе Он пройдет на федеральной площадке Олимпийского городка с 1 по 7 марта Эти молодые люди лучшие представители поколения И завоевали это право, побеждая во всевозможных конкурсах в самых разных сферах Сегодня в дорогу ребят напутствовали губернатор Александр Беглов И председатель городского заксобрания Александр Бельский Глава региона и спикер парламента пожелали представителям молодежного актива Хорошей дороги, ярких впечатлений и новых возможностей для самореализации Я рад, что Петербург представляете именно вы Вам продолжать, вам строить будущее Вы наше будущее И как мы вас воспитаем, какие создадим вам условия Так и будет дальше развиваться страна Конечно, представлять Петербург это очень почетно и достойно Поэтому мы уверены, что вы будете достойными продолжателями тех людей, которые жили в Петербурге Творили в Петербурге, начиная от Петра и до наших дней Поэтому мы на вас сильно рассчитываем Мы надеемся, что Петербург будет представлен достойно Потому что вы являетесь теми людьми, которые потом будут также управлять этим нашим замечательным городом Фестиваль в Сириусе – самое масштабное молодежное событие в мире Которое пройдет по указу президента России Владимира Путина Хорум примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа Международного сотрудничества, культуры, науки Образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни А также подростков, представляющих различные детские организации и объединения В правительстве Петербурга прошло заседание Координационного совета по делам ветеранов Губернатор Александр Беглов рассказал, как Северная столица будет обновлять дорожную карту И систему первичного звена в ближайшие годы В частности, о планах по строительству новой кольцевой широтной магистрали и развития медучреждений Также обсудили и то, чего уже далось достичь в области здравоохранения города Упрощенная запись на прием, всесторонняя помощь врачей и многое-многое другое Лишь малая часть того, о чем говорили на заседании Тему продолжит Светлана Бахчеванжи Новый разводной мост, широтная магистраль и скоростная железная дорога Важные темы повестки, но сначала глава города поблагодарил всех, кто принимал участие в мероприятиях Посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады Он отметил, что президент России высоко оценил уровень подготовки города к этому юбилею Все были довольны, много приехало делегаций из других стран, из наших регионов Практически город хорошо был оформлен, достойно мы это встретили, прекрасный был салют Затем Александр Беглов рассказал о крупных проектах, которые по поручению Владимира Путина в ближайшие годы будут реализованы Среди них строительство широтной магистрали К-2 высокоскоростной железной дороги между двумя столицами Возведение нового Большого Смоленского моста Из экспертизы вышли, закладной камень сделали И вот в следующем месяце уже начнем бить первые сваи То есть за 40 лет мы впервые приступаем к строительству Большого разводного моста Это 6 полос, пешеходная зона, велосипедная зона, такой непростой сложный мост Еще комфортнее и доступнее становится и система первичного медицинского звена За последние 5 лет в Петербурге построили 77 медицинских объектов Полсотни из которых это поликлиники и офисы врачей общей практики Преимущественно в новых районах города Однако тотальную модернизацию проходят и старые учреждения Впервые на капремонт поликлиник и их оснащение медтехникой из бюджета выделили 21 миллиард рублей Доступность медицинской помощи позволила увеличить объемы диспансеризации В прошлом году свое здоровье проверили 3 миллиона петербуржцев Третий из которых – жители старше 60 лет К чему это приводит? Во-первых, впервые выявляются случаи хронических неинфекционных заболеваний Такие как сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания органов дыхания На тех стадиях, на которых возможно провести еще эффективную терапию В некоторых случаях даже онкологические заболевания, выявленные на первой и на второй стадии, вполне себе излечимы Развиваются и городские стационары Один из ведущих в лечении возрастных петербуржцев – госпиталь для ветеранов войн В учреждении применяют так называемый замкнутый цикл лечения От оказания первой помощи до реабилитации Если раньше пациент пожилого возраста должен был, уходя от нас, искать, куда ему обратиться на реабилитацию Куда ему обратиться, например, для лечения проблем сердечно-сосудистой системы Например, для той же операции ортокоронарного шунтирования То сейчас все это выполняется в рамках одного стационара Безусловно, это шаг вперед Специалисты также отметили положительный опыт внедрения в систему здравоохранения единой карты петербуржца По ней, например, можно без паспорта и полиса ОМС записаться на прием к врачу или обследование Губернатор также добавил, что сегодня Петербург продолжает развивать систему электронных медкарт Перед городом стоит задача объединить цифровые базы поликлиник, больниц и частных медцентров Чтобы при обращении пациента врачи могли видеть всю историю болезни и назначить эффективное лечение Светлана Бахчеванжи, Андрей Осин и Олег Христов Новости, телеканал Санкт-Петербург Считанные дни остаются до важного политического события в России 29 февраля президент обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием Это программный документ, в котором глава государства обычно дает оценку ситуации И выражает свое видение стратегических векторов развития нашей большой страны Как уточнил сам Владимир Путин, это будет постановка задач на ближайшие 6 лет Начало трансляции выступления президента назначено на 12.00 Послание Владимира Владимировича Путина, которое будет в этом году Я надеюсь, оно будет очень объективным, очень важным, ценным и нужным Масса появилась вопросов, которые необходимо решить Которые необходимо закрыть, поддержать ребят и членов семей Это настолько важно Почему? Потому что это затрагивает практически все наши слои населения Послание Федеральному собранию, которое Владимир Путин огласит 29 февраля Станет 29 в истории современной России По традиции на выступлении президента присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы Представители правительства, главы регионов, ведомств, политические деятели В этом году мероприятия также посетят участники спецоперации Продолжаем эфир на улице Устойчивый плюс И дорожные службы уже приступили к первому этапу генеральной уборки города после зимы Начали с центрального района Специалисты комитета по благоустройству моют улицы и тротуары Улицы, которые, так сказать, находятся в зоне риска Это ближайшие к воде улицы Мы не замываем дорожное полотно и тротуары Потому что все-таки от воды температурные показатели плюс 3, плюс 4 граничащие И может местами образоваться скользкость Поэтому эти улицы не замываются А участки улиц, которые закрыты домами И которые мы на 100% уверены, что не будет образоваться скользкости нами То мы замываем Генеральная уборка города включает в себя целый комплекс мероприятий Это удаление поздней листвы, мусора, накопившегося в течение зимы И, конечно же, удаление песка, который использовался для борьбы с гололедом Россия, страна морей и океанов Мультимедийная выставка открылась в музее военно-морской славы На территории туристско-рекреационного кластера «Остров Артов» Экспозиция рассказывает о флоте, инфраструктуре, природных ресурсах А также об историко-культурном наследии Кроме того, результаты развития отрасли и народного хозяйства Связанных с морем и флотом представили в формате «Было-стало» Так, с 2011 года со стапелей российских верфей сошло около 800 гражданских судов и 500 военных кораблей Грузооборот морских портов с 2000 года вырос в 4 раза А ежегодное количество морских научных экспедиций удвоилось Россия входит в десятку мировых лидеров по добыче водных биоресурсов За последние 20 лет ежегодный улов вырос в полтора раза Россия является морской державой И если говорить о героизме, мы постоянно говорим, постоянно посвящаем огромное количество контента Историям человека на море То здесь решили посвятить большое количество пространства А именно почти 2500 квадратных метров Для того, чтобы рассказать о технологиях нового тысячелетия Возникает такая гордость за нашу страну Понимая, что действительно мы двигаемся только вперед, что нас не победить И вот эти все достижения, я надеюсь, что они будут еще и таким стимулом для подрастающего поколения На экспозиции представлены материалы фонда «Люди моря», госкорпорации «Русатом», русского географического общества и ВМФ, а также разных регионов страны и крупных компаний Выставка работает до конца мая, вход свободный Неформальный и откровенный разговор с юными петербуржцами провел Борис Петровский Встреча прошла в библиотеке имени Маяковского Как выяснилось, вице-губернатор мечтает научиться любить оперу, а в будущем взял бы книгу и виниловую пластинку Кроме этого, члены детского общественного совета, преуполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге узнали о том, как в северной столице развиваются туристическая и спортивная сфера Значимая доля туристов, она российская Это внутренние туристы, которые приезжают к нам из Москвы Вся инфраструктура, а это рестораны, отели, автобусные, логистические вещи, у нас развиты лучше всего Соответственно, все к нам и едут В поводу забегов, я бегаю, очень это дело люблю У нас в прошлом году забег «Белые ночи», который мы восстановили, пробежало 17 тысяч человек Юным слушателям Борис Петровский посоветовал научиться испытывать сложные эмоции, избегая соблазнов идти к своей цели В серию встреч со знаменитыми жителями северной столицы и юные активисты начали в прошлом году с беседы с губернатором Александром Бегловым Напомню, сам совет приуполномоченным по правам ребенка появился в 2020 году Его члены разрабатывают проекты для социализации молодежи по информационной и правовой безопасности Учитель математики из Петербурга Кирилл Сухов признан наставником года Торжественная церемония награждения лауреата в главной просветительской премии страны «Знания» прошла на международной выставке в форуме «Россия в Москве» Награду победителю, а также благодарственное письмо от президента России Владимира Путина Вручила вице-премьер Татьяна Голикова Кирилл Сухов руководит сборной России по математике Преподает в президентском физико-математическом лицее номер 239 и образовательном центре «Сириус» Его воспитанники победители и призеры международных олимпиад Добавлю, что в 2023 году премия «Знания» стала международной Всего на нее поступило около 18 тысяч заявок из всех регионов России А также из стран ближнего и дальнего зарубежья О других событиях этого дня далее в коротком обзоре В Невском районе после реконструкции тепловых сетей улучшилось теплоснабжение В квартале, где проживают 5000 жителей Специалисты проложили почти 2,5 километра современных гибких и бесшовных стальных трубопроводов Оснащенных системой дистанционного контроля Как отметил губернатор Александр Беглов, в Петербурге проводится комплексная модернизация систем теплоснабжения В Ботаническом саду Петра Великого началась подготовка к летнему сезону Сотрудники отчитались, спуск воды из чаши бассейна «Викторный оранжерей» проведен успешно Емкость теперь предстоит очистить, потом проверить оборудование и заняться посадкой растений Многие из них выращиваются из семян, включая самую большую в мире кувшинку «Викторию», в честь которой и названа «Оранжерея» Победители и призеры всероссийского конкурса на знание правил дорожного движения Сегодня чествовали в региональной общественной палате Эксперты отмечают, что с помощью фотографий, видеороликов и рисунков Юные пешеходы и велосипедисты не только сами узнают обо всех нюансах перемещения по городу Но и рассказывают об этом своим сверстникам и взрослым родственникам Кроме почетных грамот и дипломов, дети получили ценные подарки В этом году в Петербурге отремонтируют рекордное количество жилья – 2202 дома На эти цели предусмотрено свыше 37 миллиардов рублей Почти вдвое больше, чем в предыдущие годы По словам губернатора Александра Беглова, северная столица – один из лидеров в России по количеству восстановленных зданий Основной источник финансирования программы капремонта – взносы горожан Весомый вклад внесен правительством Санкт-Петербурга Общая сумма бюджетной поддержки составила 8,5 миллиардов рублей В Пулково начала работать новая автоматическая система проверки посадочных талонов Теперь пассажиры внутренних рейсов сами сканируют документы Пока сотрудники аэропорта на этом участке контроля оказывают консультативную помощь Но в скором времени их участие не потребуется Система, что важно, отечественного производства И петербургский аэропорт – один из первых в стране начал использовать российские информационные технологии в вопросах безопасности Дмитрий Копытов продолжит Эти автоматические турникеты, по сути, первый шаг к внедрению в Пулково биометрии Теперь посадочные талоны распечатывать не обязательно Но даже если распечатали, достаточно приложить к сканеру и спокойно проходить в телетрап Отечественные турникеты многофункциональные Разработчики учли возможность дополнить их сканерами отпечатков пальцев или сетчатки глаза Но это в будущем, когда в России отрегулируют законодательство о биометрических данных Однако уже сейчас систему в шутку называют бесчеловечной То есть способной работать без присутствия человека, контролирующего процесс посадки Правда, пока сотрудники Пулково подсказывают пассажирам, не привыкшим к ноу-хау Но так все равно быстрее, чем было раньше По подсчетам, система уже позволила на 25% ускорить время прохода людей на посадку Не забыли и о безопасности Здесь, если вы видите, створка специально расположена Там есть 6 сантиметров расстояния Это среднестатистическая шея ребенка Для того, чтобы, не дай бог, в случае прохода ребенка никаких ситуаций не было, которые могут ему повредить Пулково стал одной из первых российских авиагаваней Которая обратилась к отечественным информационным технологиям в области безопасности Иностранные аналоги здесь были, но часто уступали по функционалу Например, выдавали ошибку, когда пассажир проходил через турникет Но внезапно хотел вернуться за забытым чемоданом Это полностью программный продукт, импортозамещенный, отечественный Более того, он там не один, их там как минимум два Да, там именно программный продукт связан с многофакторной проверкой документов пассажиров В которые входит посадочный талон А также это программный продукт, который полностью позволяет управлять и работать самим электронным турникетом Сейчас российские автоматические турникеты установлены у двух выходов на посадку Но до конца года ими планируют оборудовать все так называемые гейты Пулково Дмитрий Копытов, Игорь Востряков, Владимир Кульков и Олег Христов Новости, телеканал Санкт-Петербург На портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог» Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни Сейчас горожан спрашивают, знают ли они, где находится Институт народов Севера И есть ли у них информация о подготовке кадров для работы в Арктике Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи Им будут доступны дополнительные возможности карты Сегодня Международный день полярного медведя Самого крупного сухопутного хищника на планете Который, несмотря на свою грозность, нуждается в защите человека Популяция этих животных очень немногочисленна И они занесены в Красную книгу Почти сто лет назад впервые в мире в Ленинградском зоопарке Добились регулярного размножения этого вида А сегодня медведица с необычным именем Хаар Чаана Любимица петербуржцев и настоящая звезда зоосада Вероника Озерова продолжит У нас такие были контакты до нескольких метров буквально нос к носу с медведем Перед геодезистом Андреем Парамзиным на полярной станции мыс Баранова Помимо исследований стоит еще одна важная задача Охранять сотрудников ледовой базы от белых медведей Они выходят на берег в поисках пищи Иногда из-за природного любопытства Не попасть в лапы к сильнейшему хищнику планеты Помогают средства защиты, в том числе сигнальные огни Бросание фальшфеера шипящего ему под ноги спасало медведь Пугался, разворачивался и убегал Потому что шипение фальшфеера очень похоже на шипение медведей Когда они сердятся, недовольны, они шипят Есть у ученых и незаменимые четвероногие помощники Специально обученные собаки отважно встречают хищников И способны отогнать от станции даже самого голодного хозяина Арктики В мире насчитывается всего 19 популяций белого медведя Четыре из которых обитают на территории России Точное количество животных, предпочитающих одиночество Ученым до сих пор определить не удалось Известно лишь, что их от 25 до 31 тысячи Исследователи подчеркивают Численность млекопитающих через несколько десятилетий Может катастрофически сократиться На это влияют глобальные климатические изменения Страдает вся экосистема Арктики В первую очередь ее обитатели, которые зависят от льдов Мы говорим, что ледозависимая фауна и флора Белый медведь просто самый яркий пример Потому что действительно его любимая платформа Где он самый эффективный хищник Это ловля тюленей со льда Белый медведь – заслуженный символ ленинградского зоопарка Именно его сотрудники первыми в мире добились регулярного размножения этих хищников в неволе Первое потомство получили в 30-е годы прошлого столетия Сейчас число выращенных белых медведей перевалило за 50 Шесть лет назад из Якутии в северную столицу переехала Харчаана Ее бабушка Услада прожила в петербургском зоопарке 28 лет И подарила жизнь 16 медвежатам Теперь они живут в разных уголках мира Снежинки, а именно так с якутского переводится Харчаана От бабушки достался веселый нрав и любовь к посетителям Всегда должна быть большая толпа людей, которые восторженно на нее смотрят И она от этого получает очень большое удовольствие Особенно когда в момент игры она может стараться покорять просто всех тем, что вытворяет Она может кидать мячик, может пытаться вовлечь в игру посетителей, кидать мячик в окно Получает отклик в виде верещащей толпы и это забавляет ее еще больше В день Харчаана съедает около 8 килограммов еды В ее рацион входит рыба, мясо, фрукты и овощи Но предпочтение медведица отдает арбузу из сладкой вареной свекли Вероника Озерова, Евгений Чернов и Сергей Мишонков Новости, телеканал Санкт-Петербург Тысячный трамвай сошел сегодня с конвейера Петербургского завода электротранспорта Двухсекционный богатырь совсем скоро появится на улицах города Эти трамваи самые передовые не только в России, но и во всем мире Если низкий пол, кондиционеры и удобные сиденья сегодня воспринимаются спокойно То различные ассистенты для помощи водителю, такие как экстренное автоматическое торможение Есть только у нас За последние несколько лет на линию в Петербурге вышло больше ста таких богатырей А юбилейный состав – часть крупного заказа предприятия «Горэлектротранс» И масштабные программы обновления городского подвижного состава Каким должен быть инновационный общественный транспорт? Дмитрий Ковалев продолжит Сверкая новой оптикой, тысячный трамвай, как в театральном представлении, появляется из-за открытого занавеса Юбиляр будет работать на 60-м маршруте в системе общественного транспорта Петербурга Сегодня, конечно, внешний вид нашего города серьезно меняется с обновлением подвижного состава Трамваи удобные, трамваи инновационные Трамваи уже имеют все системы поддержки работы водителя И это отличает этот трамвай от лучших на сегодняшний день даже европейских образцов техники Мы первые сделали ряд инноваций Одно из самых важных требований – комфорт Здесь и подогреваемые полу, условия для маломобильных горожан, удобные системы оплаты проезда и информирования Производители подстраиваются под запрос пассажиров Городской трамвай зарекомендовал себя как удобный и, самое главное, быстрый наземный транспорт Это достигается на большом количестве уже маршрутов, в основном там, где выделенные пути Например, 60-й маршрут, на который пойдет и наш тысячный трамвай, он в основном идет по выделенным путям И там характеристики скоростные, очень хорошие Но помимо выделенных путей мы сейчас целую программу ведем по приоритету на светофорах для общественного транспорта Богатыря передали предприятию Горэлектротранс в рамках контракта на поставку 116 трамваев Кроме 62 подобных, до 2026 года также планируется поставить 17 односекционных моделей львенок, 36 витязей Программа замены подвижного состава работает уже больше двух лет За это время на рельсы поставили более 200 трамваев петербургского производства Емкость Петербурга, как трамвайной такой столицы мира, известен такой термин Она столь велика, что мы загружаем сейчас все заводы Вот пять заводов на нас сегодня работают по троллейбусам и трамваям И их производственной мощности не хватает, чтобы нам там за год или за два обновиться Это реально очень большой город в этом плане Сегодня Петербург – лидер рынка наземного электрического транспорта Трамваи и троллейбусы, собранные на берегах Невы, возят пассажиров в 26 регионах страны Это инновационные модели с системами автопилота, пронизанные нейросетями Искусственный интеллект, он продолжает дальше самообучаться Мы первыми применили суперкомпенсаторные системы, накопители энергии И я думаю, что перспектива именно искусственного интеллекта и движения на накопителях энергии Она вот сегодня такая самая актуальная Амбициозная задача добиться автономного движения трамваев на пути от 20 до 40 километров Это позволит использовать транспорт даже там, где нет необходимой дорогой инфраструктуры Свои разработки заводчане представили заказчикам из нескольких городов Саратова, Омска, Волгограда Всего же в прошлом году в Петербурге собрали 155 трамваев и 99 троллейбусов Дмитрий Ковалев, Александр Аксенов, Татьяна Константинова Новости, телеканал Санкт-Петербург Завтра облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом В некоторых районах города туман Ветер переменный, слабый Температура воздуха ночью 0, плюс 2 градуса днем, плюс 2, плюс 4 В дорогах продолжается гололезиться Будьте аккуратны, атмосферное давление существенно не изменится А чем еще запомнится день уходящий, расскажет наша коллега Лидия Вельба Лидия, добрый вечер Приветствую коллеги В ближайшие 10 минут расскажу криминальные новости Петербурга Продолжение следует...